МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В мире целый ряд регионов, в которых регулярно происходят землетрясения. Это, к примеру, юг нашей страны и, конечно, Калифорния. Там несколько геотектонических разломов заставляют около 40 миллионов жителей постоянно ожидать удара стихии. Несколько компаний и федеральные власти придумали способ минимизировать потери и ущерб от этого вида стихийных бедствий. Шейк-Алерт – это система раннего предупреждения, которую разрабатывает и тестирует в данный момент геологическая служба США. При этом создатели системы оговаривают, предсказывать дрожь земли до сих пор не представляется возможным. Так что это скорее система раннего оповещения о начале толчков. В наилучшем случае Шейк-Алерт может обеспечить примерно минуту для жителей района, чтобы они смогли до начала землетрясения взять свои тревожные чемоданы и покинуть здание. Мы работаем с разными партнерами. Это частные компании. Они должны обеспечить передачу данных от нашей системы конечным получателям – населению. Один из таких партнеров – Early Warning Labs, основанная Джошем Башоумом в Санта-Монике. Компания использует данные, генерируемые USGS, чтобы максимально оперативно предупредить людей с помощью приложений для мобильных телефонов и системы звуковых сигналов в многоквартирных домах. Мы последняя миля в пути этих данных от датчиков федеральных служб к людям. Наша задача – оперативно доставить информацию об опасности всем зарегистрированным в системе пользователям. Джош Башоум планирует в скором времени запустить мобильное приложение, которое сможет дать юзерам сигнал «пора спасаться». Также системы оповещения уже установлены в некоторых жилых зданиях вдоль береговой линии. В Японии и Мексике, которые наряду с США являются регионами с наибольшей сейсмической активностью, уже работают подобные системы раннего оповещения. Теперь очередь за Соединенными Штатками. Нет сомнений, произойдет ли в Калифорнии землетрясение. Главный вопрос – когда это случится. У фильмов может быть открытый финал. Так было раньше. Теперь у фильмов может быть открытым хоть весь сюжет. Фабулу киноповествования можно менять. Это доказали исследователи из Натингемского университета в Великобритании. Это студенты. Они смотрят короткометражный триллер в небольшом зале. А это Хулда Ченг. Она, можно сказать, отвечает за то, что случится на экране дальше. На главе девушки специальная гарнитура, с помощью которой создается электроэнцефалография в реальном времени. Если датчики дают понять, что мозг зрителя активен, ему интересно, то сюжет развивается в одном направлении. Если смотрящие начинают скучать в другом, программное обеспечение запускает воспроизведение других сцен. Гарнитура только у одного зрителя. Он и влияет на сюжет. Есть миллиарды разных комбинаций для этого фильма. Это 24 минуты, и каждая сцена распадается на несколько вариаций. Так что каждая секунда может быть разной. Каждая секунда – это одна из версий. Так что вариантов фильма почти бесчисленное множество. Что действительно интересно. Так как это то, как люди, наблюдающие за ним, все еще могут следить за фабулой, они понимают смысл фильма. Сюжет фильма «Момент», который режиссер Рамчурн предлагает посмотреть зрителям, рассказывает о мире будущего, в котором мозг каждого человека включен с помощью телепатического интерфейса в глобальную сеть. 24 минуты – это 18 сцен с шестью возможными вариантами исхода для каждой. Ричард Рамчурн переоборудовал трейлер под мини-кинозал и демонстрирует свою ленту на фестивалях документальных фильмов. Мне было интересно, смогу ли я через этот датчик повлиять на развитие действия. Вначале одна сцена меня напугала, я не хотел бы дальше это видеть, но она продолжалась. Затем, когда мне хотелось, чтобы персонаж что-то сделал, это происходило. Датчик ЭЭГ, специальные гарнитуры и тысячи вариантов развития сюжета. Вероятно, вот оно – будущее кинематографа. На сегодня всё. Смотрите «Хай-Тек по будням» в эфире канала Хабар 24 и рассказывайте о своих проектах. Адрес вы видите на экране. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова